Сегодня мы говорим о предметах роскоши, о брендовых ювелирных украшениях и беседуем мы с руководителем проекта Камзол 74 Натальей Давыдовой. Наталья, первый вопрос такой, что происходит сейчас на рынке в наше нелегкое время? Мы занимаемся тем сегментом, где сложные времена, я бы не применяла это выражение. Большинство изделий, которые мы продаем, просто не носятся, предположим. Либо купили что-то новенькое, произошла большая любовь к другому бренду, к другому изделию. Вот лежит, просто жалко людям. И они готовы с ними расстаться. Потому что для большинства клиентов, безусловно, важна история. Многие спрашивают. Понятно, что фамилии мы не называем, кто владелец. Но также я рассказываю, я всегда говорю, что этот человек, предположим, с такими-то характеристиками. Вот эта личность, она более утонченная, да, выгуливалась редкое изделие. Другая фигура, наоборот, более энергичная. Ну, то есть, людям интересно. И для них вот это важно, важна энергетика. Безусловно, я успокаиваю сразу, что принесли не от нужды, а абсолютно по другим причинам. У кого-то размер поменялся, кто-то действительно вкусы поменял. У нас есть постоянная клиентка. У нее очень много непосредственно брендовых ювелирных украшений. Но жизнь у нее просто... Мысли поменялись, возраст поменялся, отношение к жизни поменялось. И мы реализовали в прошлом году очень большое количество ее ювелирных изделий. Потому что она говорит, я просто их не ношу. Такое, знаешь, сразу слово «модное» на ум пришло, хоть и не очень уместное слово «расхламиться». Да, с одной стороны, речь идет не о том, чтобы там вынести из дома какие-то ненужные бытовые предметы. Оказывается, как я понимаю, хочется освободиться в том числе и от ненужных ювелирных украшений. Я за то, что, во-первых, у каждой вещи должна быть энергия пользования. Потому что это изделия, вещи, у всего. Они не должны лежать. Если ты их не используешь, кто-то может другой именно ослаждаться и дать им новую жизнь. Это первое. Второе. Как ни крути, изделия, какие-то модели, они все равно выходят из моды. И смысл – они лежат. Потому что у нас были даже ситуации, когда клиент приехал, он из какого-то бабушкиного сундука. Вот ему по наследству салмазы неограненные. Но нельзя таким вещам лежать. Можно, наверное, еще и так сказать, что здесь такой тренд прослеживается как разумное потребление. Вообще на сегодняшний день мы пришли к тому, что вот этот вещизм, он отходит. Уже, мне кажется, где-то на протяжении 3-4 лет точно люди пересматривают свой гардероб, как ювелирный, так и все остальное. И, да, действительно, люди понимают, что есть какие-то базовые, топовые твои вещи. Те же самые девушки, да, когда многие клиенты приходят и говорят, у меня просто вот так вот стоит целая коллекция сумок. А я с ними не хожу. Но сумка также есть трендовые модели. Есть модели, которые выходят из моды. Потому что такие брендовые дома, тот же самый Louis Vuitton, ну, у Chanel, безусловно, есть базовые их коллекции, да, там немножко другое. Но, тем не менее, они теряют свою стоимость. И чем быстрее ты их реализуешь, ну, смысл на них смотреть, когда ты можешь их продать, с них получить, купить себе новую, более актуальную, предположим, модель. И обрадовать кого-то. Ну, безусловно, я вот за вот этот обмен, как я уже говорила. Да, то же самое и с часами. Больше процент мужчин приносят часы, потому что мужчины – это все-таки часы и машина, да. Женщины – это ювелирные украшения и сумки. Поэтому на наших витринах, к сожалению, не так много женских моделей часов. Потому что, как правило, мы покупаем себе одни, они любимые. Кто-то пополняет, кто-то, опять же, вернемся к теме залога. Основными залогодателями у нас являются непосредственно это мужчины и это бизнесмены. И мы единственные в городе, где можно привезти вот какие-то брендовые украшения, брендовые изделия, брендовые сумки, мех и сдать в залог. Люди, которые покупают и люди, которые приносят, которые сдают – это разные категории людей? Данное направление набирает только вот спустя где-то полтора-два года работы Камзол, когда люди стали понимать, что действительно я же могу прийти сдать и тут же пойти потом купить что-то себе на эти деньги. Либо бывает та категория людей, они и сдают, и покупают в плане вот сегодня мне надо сдать, да. Мне нужны деньги, все, человек выкупает спустя, может быть, месяц-два, он может приехать что-то у нас купить. У нас большой ассортимент ювелирной продукции, она очень интересная, таких не встретишь в каких-то банальных мосмаркетах. Пошла тенденция, что клиенты приходят, кто-то в залог хочет сдать, кто-то выставить на комиссионную продажу. Очень многие покупали изделия в достаточно известных магазинах, изделия дорогостоящие, но оказывается, что там не те характеристики, которые были заявлены при покупке. Это боль. Вот для меня я смотрю на клиентов и ты понимаешь, что это то же самое, как ты придешь в Гуччи, где были выявлены и такие ситуации, когда люди покупали сумки Шанель, сумки Луи Виттон, и они оказывались в подделке, просто из-под прилавка, да, там мешали. Да, в магазинах я слышала про это. То же самое и с ювелирной продукцией. Мне кажется, вообще в ближайшее время и людям на заметку надо иметь своего гемолога, обязательно. Когда ты едешь что-то покупать, прям созвонились с гемологом, приехали, гемолог все проверил, все посмотрел, дал добро только тогда покупать. Очень интересный бизнес на самом деле, он очень классный. Я так люблю то, чем я занимаюсь. Я считаю, что мы приносим пользу людям. Это здорово, видеть вот эти вот глаза, как горящие, что ты действительно помогаешь.